Уже более шести лет в Казанском университете проводят мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья. Их девиз в этом году – победим диабет. Поэтому все желающие могли не только измерить давление и узнать о своей физической подготовленности, но и проверить уровень глюкозы в крови. От такой возможности не удержалась и наша съемочная группа. В вашем возрасте существует некоторая доля риска заболеть сахарным диабетом первого типа. Его называют сахарным диабетом молодых или инсулин-зависимым сахарным диабетом. Чтобы избежать его, необходимо избегать стрессов, необходимо вирусные инфекции пролечивать дома, как говорится, как положено в постели. Ваш уровень глюкозы – 4,4 ммол на литр. Это нормальное значение, как раз в середине нормы. Одна из самых главных мер профилактики диабета – это, конечно же, физическая активность. Часто занятия спортом называют невидимым инсулином, ведь они способствуют понижению уровня сахара в крови и снижению веса. Не секрет, что движение – это жизнь. И в этот день в Униксе для студентов КУФУ было открыто большое многообразие двигательных активностей. По традиции парни выбрали тренажерный зал и силовую подготовку. Спорт развивает не только тело, но и дух. Спорт поддерживает здоровье в тебе. И также это хороший досуг, я считаю. Можно познакомиться со многими людьми интересными. Мы за спортивную нацию. Ну а представительницы слабого пола не смогли пройти мимо мастер-класса по зажигательной латине. Простые и одновременно элегантные движения позволили создать в зале атмосферу настоящего знойного лета. У всех девочек горели глаза, все с удовольствием учились этому танцу. Было очень необычно, потому что ты узнавал что-то новое, ты учил новые движения. Теперь как бы у меня есть определенные навыки и возможность могу их где-то продемонстрировать. Важно отметить, что организаторы позаботились не только о физическом, но и психологическом здоровье студентов. Стрессы на учебе, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и родителями – через все это проходит каждый студент. Эксперты КФУ провели небольшие варианты психодиагностики и показали, что обращаться к психологу совсем не страшно и даже нужно. Помогаем человеку понять себя, то есть нащупать свой внутренний ресурс, свой потенциал, в чем он может двигаться, какие у него есть сильные стороны, каким образом он может это развивать, расширять и, соответственно, преодолевать все трудности, с которыми он встречается. Конечно, один день здоровья в год не может повлиять на общее состояние человека, но он может стать шагом к новой жизни и вдохновением для новых побед. Мы каждый год стараемся привносить что-то новое, различные новые элементы, в том числе и в спортивную часть, какая-то новая культурная программа, новые номера. Студенты приходят, вливаются в коллективы и создаем праздник для всех нас. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс.